Кто покинул организацию Virtus.pro? Кто вложил 25 миллионов долларов в киберспорт? И какая команда заняла 3 топ-1 подряд на одном турнире? Начнём с самой главной новости, не то что 2023 года, но и 2024 тоже. РФ по приказу Путина, генерал Галса хотел сказать, на деньги из госбюджета проведён будет турнир на 1 миллион долларов. Путин подписал указ о проведении турниров по PUBG Mobile, Dota и другим дисциплинам с общим призовым фондом 25 миллионов долларов. В 2023 году по PUBG Mobile будет проведены несколько LAN-турниров с призовыми в 25 тысяч долларов. Игрокам оплачивают питание, перелёт и проживание. А в 2024 году в дисциплине PUBG Mobile призовой фонду будет 1 миллион долларов. Игры все пройдут в Казани. Данный турнир в ответ на РФ на то, что во многих играх отменили ЦИС-регион. Но турнир не только для ЦИС-команд, они стараются приглашать как можно больше команд из других стран. Тут ясно для чего это делается. В указах Путина так и написано «Предложить принять участие путём финансового обеспечения. Деньги берут из госбюджета». Интересно, кто согласится играть игры, которые запланировал сам Путин на деньги из госбюджета. Кто ради денег пойдёт на потерю репутации за участие в таком турнире? Многие европейские и другие спонсоры смогут отказаться от спонсирования команд, которые примут здесь участие. А как же вспомнить тот самый благотворительный турнир, в котором участвовали многие по МПЛВУ команды, в том числе и Нави? Да, по незнанию, но всё-таки только у Нави забрали спонсорство, да? Их исключили. Все остальные команды остались при своих игроках. Никто спонсорство не обрубал. Хотя играли бы в благотворительный турнир для фонда Константина Хабенского. Ну и без комментариев рыбы не обошлось. Куда без него-то? Когда новости про Путина, рыба сидеть на месте не будет. Читаем. Об этом турнире я писал ранее, но сейчас уже опубликовали официальный указ. Идея турнира, конечно, хорошая, но делается она не для развития киберспорта. Ведь до войны такой идеи не было. Это турнир-пероход, чтобы пригласить команды со всего мира играть РФ-турнир. Тут даже я, честно, не удержался от комментариев. Комментария, комментария рыбы. Так если ты привлекаешь команды со всего мира, это ли не является развитием киберспорта? И вообще, как можно еще развить киберспорт, кроме как повышением призового фонда? Тем более, если рыба сделал новость об этом турнире. Это он рекламирует РФ-турнир на 1 миллион долларов. Два поста уже, между прочим, сделал. И даже напомнил об этом еще раз. Рыба помогает Путину развивать киберспорт в России. А то, что он украинец, это все прикрытие просто. Тулика и Корка официально покидают организацию Virtus.pro. Олдобой тестится в Йолов, и чуть позже будет новость про него. Куда уйдет дискрим, пока непонятно. Возможно, он даже останется в Virtus.pro вместе с Компотом. Раз, диспорт спрезентовали свою форму для организации и женского состава Дивас. А куда мужской состав делся, пока непонятно. Капитан европейского коллектива Unicorns of Love, Ролкис, в своем инстаграм-сторис ответил на вопрос про четвертого и пятого игрока. Каков ваш состав на следующий ПМПЛ? IC, Crypto, Rolex, три вопросителя, знака, на четвертого и пятого игрока. Четвертый игрок уже найден. После нового года будет несколько анонсов, так что следите за обновлениями. И пятого игрока в команде не будет. Что мы имеем по итогу? Олдобой, скорее всего, останется в Unicorns of Love. А дальше ситуация с Брутфорсом и Котичем. Зейн и партнеры, если я как оказалось, поддержали команду и не допустили никаких банов со стороны Tencent и организаторов. Все красивые текста, выписанные STM, были просто отводом глаз в избежании репутационных рисков. Сталворд и Спортс продолжают спонсирование команды на ПМПЛ Рабе 2023. БФ смогут сделать замену и участвовать дальше. В данный момент на тесте довольно известный игрок, это Дискрим. Хотя тот отрицает свой тест в Брутфорс. Значит, что мы имеем? Это, получается, в Virtus.pro остался только компот. Да, он даже сделал сам пост с этим анонсом. Также после весеннего сплита, Котич, скорее всего, вернется в свою команду. Но будет ли от этого какой-то смысл? Ведь на ПМГЦ, если они даже пройдут, то, скорее всего, ему тоже не запретят. Точнее, запретят участвовать на этом турнире. Джибрут под ником Хот тестит состав Vista Gaming Академии ЦИСа. А вот где он будет играть сам по ПМПЛ? Но тут в какой команде пока мы не знаем. Это были все новости на сегодня. А дальше у нас SNG финальчик. Наш любимый, даже не финальчик. Короче, он называется Good Games Practic Cup 2. Как Форсаж 2, как Терминатор 2, как Дом 2, не туда пошел. Ладно, первый матч, поехали. Топ-5 Дмитрий Ликс вырубает какого-то игрока из ВРГ. И вот уже топ-4 как раз. В этот момент в однушку влетают Думы. Фантом уже в волнуке. Теперь и Голди туда же. Хаишку от Атакера забудку. И вот уже 11 киллов от Римов. Но Дмитрий Ликс со своей командой тут же подлетает на свежий файт. Все тот же Атакер отправляет в нокаут Серза. Пушер Ликс бегает вокруг будки и, как в смуг, простреливает соперника с ДБСки. Чуть позже Ликс обошел однушку и разменялся по ХПшкам с Пушером. Потом вернулся назад за будку. Но оставил красивую Хаишку. И отправился в нокаут. И последний Ацесс лежит в ЛГшке. Недалеко отсюда. Увидел первого и вырубил его. Долго не думая, побежал убивать оставшихся куча бессмысленных префов. И вот спустя уже 7 секунд дремы забирают для себя первый топ-1. Внимание, на пятой карте. На второй карте было живо 8 человек. И 5 команд на шестую зону. Мы все ближе и ближе к первому. Качейка к новому. Рекорду. Игрок Хьюго Босс. Я не знаю, как команда называется. Находит торчащую голову соперника. И вот теперь команды уже 4. А не 5, как было до этого. А пока наш герой бежал по смокам, постепенно подохли еще 4 человека. Кто-то от зоны, кто-то кого-то вырубали. Еще и через текстуру тоже там простреливают. Да, да. Тверти остался последний в клатче 1 в 2. Раскидал смоки и поехал в зону. Но по пути его кое-как там не взорвали. А потом, когда он вышел, ему тут же прилетает несколько пуля другого типа. Который выше сидел. И тот отлетает в топ-2. А вот уже на второй карте топ-1 все-таки смогли занять нас. И в той катке топ-2 заняли. В топ-4 будет нешуточная концентрация команд. На седьмом кругу 8 в живых. Это еще очень много. Поверьте. Мемори лежит за тачкой и закидывает хаешечки. Первая залетела нормально. А вторая дождалась момента, когда крипта заюзает аптеку. И тоже залетает на изи. Довольный в припрыжку бежит к камню. Пикаться против Олда это тебе не хаешки закидывать в крысу. Олд подымает всех своих тиммейтов. Теперь все внимание на экран. Бунта лежал в траве. И он оказывается первым. И последним, кого видели Йолы. Потому что он сносит сразу всех. А последний Олд нокаится от зоны. Это топ-1 для УКН. Пока дрим стоят и фармят для себя киллы. Я вам расскажу, что вчера. Йолы посмотрели мой видос. И поняли, что надо тащить. Поэтому они снова входят в топ-3. Так вот. В топ-2 было всего два игрока Йолов. Против фулл сквада дримов. У Йолов есть ЛГшка, а у дримов есть тачки. Варьер поехал на поиски соперников. Но не смог вернуться назад. Его вырубили. Айси-босс раскручивает. И дает топовую хаешку по раме. И даже после нока продолжает их туда закидывать. У Йолов, кстати, уже 13 киллов. И это очень даже немало. Айси-босс скидывает рюкзак. И ползет навстречу приключениям. На перебежке пытается словить пушера. Но тот с разворота дает ему полбу. Последний Олдэч был далеко, чтобы разменять. Находит раме, но тут же отваливается. И команда Дримгейминг забирает для себя второй топ-1. На последней карте атакер словил в шизу. И начал кидать хаешки в пустом ангаре. Да, смоки лежат. Но соперников-то там нету. Чем закончилось все это дело нам не показали. Зато показали, как отлетали игроки в РГ. Они, кстати, очень неохотно отлетали. Атакер остался последний. Ну, и не совсем последний, да? А с ногнутым тиммейтом. И игроки сразу же едут его дожимать. Через какое-то время ползание находит атакера. Последний Дмитрий Ликс остается в клочке. Один в четыре. Дает первый нок. Но вот во втором ему делать даже не дали. Потому что в спине уже был соперник. Я сейчас не понял. А ты что, три топа один на дыму, что ли? Охренеть. Это реально три топа за пять карт. Только прикол в том, что даже с тремя топами команда не смогла занять первое место на турнире. Потому что оно уходит. Команде Na'Vi. Только там еще в конце сейлс добавляется. Но в принципе можно сделать вид, что этого слова там нету. Йолы, кстати, на третьем месте сегодня. Что очень даже неплохо. Учитывая, что там сейчас играет. И скорее всего будет продолжать играть. Oldboy анонс после нового года. Даже сам отписал. В общем, сегодня Новый год получается. Завтра будет Новый годнее видео получается. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. Всем удачи и всем пока.